Всем привет! С вами сегодня снова я, Виктория Крокус, и сегодня мы будем с вами собирать три моих пенала. Я обещала вам такое видео, когда купила новые пеналы, и вот, наконец-таки, этот день настал, и я его снимаю. Первый пенал, который мы с вами будем собирать, это пенал домашний. Он из магазина Читай-город, я покупала его за 155 рублей, и я очень хочу скорее его собрать. Он у меня будет лежать на столе со всякими мелочами, которые мне нужны для заполнения ежедневника, личных дневников и всего такого, что я использую на каждый день дома. Второй пенал, который мы с вами будем собирать, это пенал на учебу. Его я тоже купила в Читай-городе, по-моему, за 450 рублей. Он весь переливается, чешуйчатый перламутровый серебристый цвет, и он сделан морскую тему, типа русалка. И третий пенал, это тоже на учебу, он уже прозрачный. Я его заказывала с Алиэкспресс, думала, что он мне никогда не придет, но он все-таки пришел, ссылка на него будет внизу в описании. Это пенал с персиковым молоком, у него есть розовый замочек, стоил он рублей 150. Я люблю такие прозрачные пеналы, потому что в них все видно. Так что давайте начинать, приятного просмотра. Первый пенал, который я буду собирать, это пенал домашний. И будем собирать нижний этаж, так скажем. Здесь мне нужно все то, что я использую в своем ежедневнике. То есть это различные цветные ручки, большие стикеры, если они сюда, конечно, уместятся, текстовые делители и несколько карандашей. Я вас переместила сюда, потому что все, что мне нужно на каждый день, хранится в этом органайзере из канцелярии, но уже не так удобно. Первое, что мне нужно, это такая вот сиреневая ручка, мы потом ее попробуем, конечно же, но пока я просто закладываю. Дальше это несколько капиллярных ручек Стабила, потому что я их использую для постановки целей, записываю свои дела и прочее. У меня это несколько цветов, и я все их использую. Тут у меня 7 ручек. Дальше я использую такой вот акварельный маркер от Sonnet голубого цвета. Акварельный карандаш Кохинор для того, чтобы выделять фильмы и книги, которые я прочитала, посмотрела. Обязательно белая ручка для того, чтобы использовать ее в рисовании. Простой карандаш. И вот такой вот желтый текстовый делитель для того, чтобы выделять сделанные дела. Это все, что у меня будет храниться на нижнем этаже в пенале домашнем. Также в этот пенал мне обязательно нужна будет шариковая ручка синяя. У меня есть 3 варианта. Первая синяя ручка в виде арбуза, вторая ручка в виде мороженого и третья ручка в виде маршмэллоу. Я даже не знаю, какая из них лучше. Давайте, наверное, я возьму ручку маршмэллоу, потому что она сюда лучше всего подходит. И сейчас я сделаю небольшие выгрузки всего того, что у меня есть. Текстовый делитель. Аквамаркер Sonnet, потому что он очень приятного пастельного оттенка. Белая ручка. Синяя шариковая ручка в виде маршмэллоу. Можно также вот так вот делать. Этот пенал продуман со всех сторон. Если верхний этаж поставить сбоку, то можно держать этот пенал даже открытым. Акварельный карандаш Кохинор, который размывается. Пастельная сиреневая ручка. Простой карандаш. И я также думаю, можно положить сюда какой-нибудь небольшой ластик. Но у меня какие-то все ластики крупные. Это коробочка с сюрприз-боксом. Думаю, вы все смотрели на нее обзор. Вот тут есть такой ластик. Надеюсь, что он влезет. Куда-нибудь если сбоку положить. Да, он влезает. Поэтому я думаю, этот ластик я тут оставлю. Он очень удобный. Капиллярные ручки Стабила, потому что я на каждый месяц записываю свои дела разными цветами. Чаще всего я использую вот такой вот бордовый. Потому что его лучше всех видно. Он даже почти уже закончился. Этот цвет. Так вот так вот у меня это все будет лежать. И еще я хочу положить сюда небольшую пачку бумажных стикеров. Потому что они мне тоже нужны. Но вот они все не влезают. Я даже не знаю, что делать. Давайте я, наверное, положу. Наверное, я положу пачку поменьше из этого бокса. Вот такую вот. Думаю, пандочки сюда отлично уместятся. Все, домашний пенал готов. Я буду его использовать каждый день. Для заполнения ежедневника, мне кажется, это очень удобно. И он будет храниться у меня вот тут. Не занимает много места и всегда по-другому. Идем дальше. Сейчас уже задача посложнее. Потому что я точно не знаю, что мне нужно будет на моей учебе. Но давайте потихоньку собирать. Я специально заказала такой маленький прозрачный пенал, чтобы носить его в маленьком рюкзаке. Потому что мне не так уж и много всего нужно в университете. Первое, что я хочу сюда взять, это, конечно же, шариковую синюю ручку. И я хочу взять в виде арбуза, потому что она, наверное, мой фаворит. Очень мягко и удобно пишет. Она силиконовая, удобно держать в руке. Также я хочу взять текстовыделители, потому что я всегда их использую на учебе. Я беру всегда маленькие. Вот думаю, какие взять. От зебры или же вот такие вот маленькие текстовыделители из сюрприз-бокса. Наверное, я возьму вот эти. Обычно я беру два цвета для того, чтобы выделять свои лекции, конспекты, готовиться к экзаменам. И я хочу взять два вот таких вот цвета. Мне кажется, что они очень летние. И на учебе будет казаться, что лето продолжается. Желтый яркий цвет и оранжевый. Тоже кладу их внутрь пенала. Обязательно на учебе мне всегда практически нужна корректирующая лента за маска. У меня их несколько, но я хочу взять новую, свеженькую, которая из сюрприз-бокса. Я еще нашла вот такую вот корректирующую ленту за маску. И что интересно, она тоже выполнена в виде молочной конфетки и пенала у меня с молоком. Ну, не знаю, мне кажется, черный цвет сюда не так подходит. Вот такая вот розовая Hello Kitty. Она хоть и большая, но она не тяжелая, поэтому не думаю, что она мне помешает. Также я, скорее всего, возьму степлер, потому что он всегда нужен. У меня есть наборчик с карманной канцелярии. Все вы, наверное, уже видели. И я хочу взять оттуда степлер. Это будет очень удобно. Также мне нужны будут скрепки. У меня скрепки из магазина Моди Сардины в виде рыбок. Я возьму, наверное, штучки две. Больше мне не нужно. Это синенькая и зелененькая. И какую-нибудь цветную ручку, наверное, думаю, что это будет цветная ручка фиолетового цвета. От фирмы Казер Калор она не заедает. Я с прошлого года уже ими пользуюсь. Один пенал готов. И давайте еще соберем второй пенал. Тоже на учебу он будет, но он будет немножко с другим наполнением. Первое, что я туда хочу положить, это будут вот такие клейкие закладки. Я, наверное, возьму зеленый цвет. Эти закладки существуют для того, чтобы их отрывать. То есть вот специальная резьба, по которой можно оторвать себе один блок с закладками. Я возьму зелененькие. Также я обязательно возьму майдлайнеры, тоже зеленого цвета. У меня есть классная тетрадка в русалочем стиле. К этому пеналу, мне кажется, отлично подходит. Красиво смотрится. Обязательно напишите в комментариях, купили ли вы что-то себе в русалочем стиле на новый учебный год. Потому что это сейчас тренд. Беру зеленый текстовый делитель. И в этот пенал я уже положу обычную ручку. Это такая вот, по-моему, черная с Алиэкспресс. Да, просто черная ручка. Он уже полегче у меня будет этот пенальчик. Тут не так много всего. Также я положу свой пропуск для того, чтобы заходить в университет. У меня еще есть такая ручка, но я не хочу сюда ее класть. Слишком много будет. И что же еще положить в этот пенал? И, наверное, я положу цветную ручку. Вот такого вот розового яркого цвета. Также в этом пенале у меня будет простой карандаш, потому что на некоторые дисциплины он нужен. Так, влазит. Хорошо. И последнее, что мне нужно сюда, это ластик. Ластик я возьму из своего набора ластиков с арахисами. Давайте возьмем вот такого вот веселенького. Это очень хороший ластик. Он отлично стирает карандаш. Все, третий пенал готов. Это было все. Надеюсь, вам понравилось, как мы собрали три моих пенала. Напишите, какой вам понравился больше всего. Пенал с молоком. Серебристый пенал, который весь переливается. Который полупустой. И он очень легкий, мне кажется. Вот этот вот потяжелее. Или же домашний пенал, где просто куча всего. И все в одном месте удобно будет доставать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была я, Виктория Крокус. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok